Облик нашего поселения, влияние на строение наших жителей. Поддержание и улучшение санитарного состояния территории – это задача не только администрации, но и всего быть населением. Содержание придомовых, предваров, закрепленных территорий вокруг предприятий, учреждений, торговых точек, мест общего пользования – это наше общее дело. И приятно слышать от гостей села, что мы на фоне других сел выглядим неплохо. Но до идеала предстоит выполнить очень много и много работы. И то, что в последние годы появились цветы в центре села, это очень здорово, влияет на настроение. И когда начинали мы первый раз, высадили розы, и когда их все выпали, это было, конечно, кончусом. Но сейчас народ уже привыкает к этим цветам и относится к более переживимым. В прошлом году произвели ограждение трех клумб по улице 60 лет Октября. Соответственно с коммунальной службой идем навстречу жителям установки дополнительных контейнеров. А что ж жители, 40% до сих пор не заключают договора на вывоз и захоронение твердых бытовых отходов. Вот наблюдаешь порой такую картину, ну полный контейнер, битком. Ну неужели нельзя подождать? Стоит где-то там в течение час-двух контейнеры освободятся и можно вываливать, освободившись из контейнера. Мусор не наваливает наверх, валит рядом с площадками, с контейнерами, носит, значит, крупногабаритные пустяки и диваны и прочее, прочее, прочее. Приходится и нашим работникам в бригаде сгрузить и вывозить этот мусор. Согласно 131-го закона, вменяющую обязанность поселения это содержание большинодорожной сети. В зимнее время это расчистка улиц, вывозка снега из центра села. Нынешняя зима, я бы не сказал, что малоснежная, но в основном подрядные организации с этой задачей справляются. Без навеканий, конечно, не бывает, но совместно решаем, стараемся недостатки устранить. На зимнее содержание улиц в год из бюджета поселения уходит в 2,5 миллиона рублей. Несмотря на снежный декабрь и январь, улицы поддерживаются в проезжем состоянии. Возрастают требования со стороны ГИБДД. Это проход улиц с асфальтовым покрытием и противогололюдными присадками, вывозка снега из проезжей части улицы, установка и содержание дорожных знаков. Но вместе с тем и сами жители в поддержании улиц в проезжем состоянии необходимо принимать участие. Практически по всем улицам наблюдается картинка. Проходят снегоуборочные техники. Следом, значит, выходят жители, выдвигается двор, значит, выкидывают со своих тропинок на проезжую часть и складываются в таком впечатлении, как будто никто не чистил и не проходил эту снегууборочную технику. В правилах благоустройства территории сельского поселения депутаты внесли поправки и подобные деяния в предпорту наказывают составляться протоколами административного правонарушения. Кроме зимней очистки, это содержание муниципалитетных периодов, глядировок, грунтовых дорог. Благодаря усилиям районной администрации, в первую очередь главы и муниципального района Николаевича Титова, в 2014 году проведена определенная работа по ремонту и реконструкции УДС поселения. Были произведены капитальные ремонты асфальтового покрыта в четвертом квартале и закончат, там оставалось, ремонт в третьем квартале на сумму 6 млн 74 тыс. рублей. Отсыпана ПГСом дорога протяженностью 1 км по улице Железнодорожной на станции Погрузная и мимо маслозавода на улицу Привольную 300 метров 695 тысяч. На 2015 год готова документация приморок внутриквартирных проездов в первом, втором, пятом в жилых кварталах, а также внутриквартальный проезд по 60 лет октября, где двухэтажная застройка. Но пока трудно сказать, какая часть средств поступит и какие в первую очередь квартала начнут ремонтироваться. На что позволяет бюджет поселения? На 6 месяцев мы нанимаем бригаду в количестве 6-7 человек, которые занимаются сбором груза мусора, обкашивают сонную растительность. В прошлом году обкашивать пришлось 3 раза, в некоторых местах и 4. Привлекаем также и тракторные косилки. В благоустройстве помогают граждане, состоящие на службе занятости. А в дни школьных каникул привлекаем, конечно, по их согласию и согласия родителей, школьников, старшеклассников. Они вот особенно помогают хорошо престарелым, которые не в силу, значит, убрать там и домовую территорию. Следующая из затратной части – это уличное освещение. Всего по улицам установлено у нас свыше 500 ламп. Ежемесячно весь с объектами за потребленную электроэнергию оплачиваем до 250 тысяч рублей, за электроматериалы – 10-15 тысяч, за обслуживание уличного освещения – до 30 тысяч. Фонарей приходят в неподдость. В 2015 году выставляли на торги и приобрели 100 светодиодных фонарей, которые, конечно, и помощности такие же практически, но экономят здорово на расход электроэнергию. Эти фонарей установили по улицу Дружба, 60 лет октября, Куйбурска, Новопочтово, Северное. Это там, где провели реконструкцию линий, заменили провода СИП, заменили опоры. Теперь, значит, все-таки попробуем уйти, чтобы уйти от торгов, не проводить торги. Нам разрешается до 100 тысяч закупать материалы. Нашли мы несколько снабжающих организаций. С одной начали работать, посмотрим, как они будут там поставлять и качество поставляемой продукции. Эту работу мы будем проводить, потому что там, где установились светодиодные фонари, конечно, большая разница и в качестве электроэнергии. Поставку электроэнергии обслуживания уличного освещения производят две сетевые карпании. ССК ведут по своим линиям реконструкцию постоянно, меняют опоры, переходят на габель СИП, безопасно удобный для управления уличным освещением. На тех линиях, где обслуживают морожка, а это по улице Речная, Поселковая, Примольная, Губернская, Морожка, Морожка, Практически реконструкция не занимается. Провода натянутые, четверг жильные, без учета уличного освещения. Приходится нести дополнительные затраты, значит, делать отпуск, на выключатель. Жителям объясняем, что мы включаем вам с условием, что вы будете следить днем, отключать, на ночь включать. Ну, к сожалению, на уговоры, на такие они идут. Первое время, да, выполняют эту работу, затем забрасывают. Руководство филиала, морозководки звонят мне, мы будем отключать, снимать фонарей. В общем, сложные вопросы. При администрации сельского поселения Кошки постоянно действует собрание представителей с 14 депутатов. В основном, это сплощенный коллектив, доводят просьбы, пожелания от своих избирателей, которые включаются в план работы администрации поселения. За 14-й год проведено 14 заседаний, принято 35 решений, основные из них – внесение изменений в устав поселения, внесение изменений в правила землепользования, принятие бюджета поселения на 15-й и главный период 16-17-й годов. Уважаемые жители поселения, в сентябре 2015 года состоятся выборы к органам местного самоуправления. В корне меняет структуру, будут избираться 15 депутатов сельского поселения, которые будут избирать председателя собрания представителей, главу поселения и делегировать двух депутатов в районное собрание представителей. Конечно, как всегда, необходима явка избирателей, ведь избираем власть на местах, с которыми вместе работать 5 лет, с которыми можно спросить и совместно развивать с поселением. Ну и в 2015-й год, вот сейчас медаль вручали, это юбилейный год 70-летия победы Великой Отечественной войне, миллионы погибших на этой страшной войне, миллионы раненых, искалеченных, и наша всеобщая задача подготовится к знаменательной дате, навести идеальный порядок в наших селах. Никто из жителей организации, учреждений не должен остаться в стороне в наведении санитарного порядка и благоустройства территорий, и начнем эту работу, как только сойдет снег. Приведение территорий в нагрежащий порядок – это наш вклад в общее дело, в День памяти и уважения погибших, не доживших на знаменательной дате ветеранов. Ну и мы находимся накануне мужского праздника, Дня Зашитника Отечества. Разрешите поздравить всех мужчин с праздником, пожелать здоровья крепкого, а женщин тоже в преддверии праздника 8 марта. Также всем-всем-всем вам здоровья и счастья. У меня все. Пожалуйста, какие вопросы? Пожалуйста, вопросы задавайте у кого есть, Петан Петрович. Нет вопросов? Пожалуйста, передавайте записки. Спасибо.